24 сентября состоялось очередное заседание Совета. Много ли было острых вопросов? — Добрый день. Всего обсудили на Совете и приняли решение 30 решений. Таких острых каких-то не было. Просто те вопросы, которые обсуждались, они были продолжением как реорганизации нашего неформального обучения, так и другие вопросы, такие уже связанные с ковидом. Например, один такой вопрос был по поводу принятия решения и разрешения взять краткосрочный кредит в Министерстве финансов в связи с тем, что бюджет выполняется, но тяжело выполняется. — Гевианты по ему мог, если с ней полностью собирается. То есть это решение такое, где мы Советом разрешили администрации взять краткосрочный кредит по мере необходимости. Если не надо будет, то и не возьмут, а надо будет — возьмут. — Но еще хорошая новость — то, что в правительстве решается вопрос, что такие кредиты должны будут в конце года просто компенсированы, потому что это никак не зависит от ситуации в самоправлениях. Это общая ситуация страны, уже даже мировая ситуация. — А большой кредит? — Миллион восемьсот тысяч, до миллиона восемьсот тысяч. — На что нам сейчас требуются такие деньги? — Требуются деньги, это как таковые деньги для оборотной средства. И на сегодняшний день их хватает, но мы видим на перспективу, если дальше ситуация продолжится и бюджет не будет выполняться, то они могут потребоваться вплоть до выплачивания зарплат. — В марте, как только начался карантин, вам пришлось отказаться от некоторых проектов, от некоторых закупок. Сейчас вы снова возвращаетесь к ним. В связи с чем? Что теперь изменилось? — Когда говорили про март, то карантин только начинался. Не было известно, когда он предполагается хотя бы закончиться. Не было известно, как долго мы продлим те льготы, которые мы приняли советом. — Я просто напомню, что мы приняли за все неформальное обучение не брать деньги из людей. Это была тоже компенсация со стороны. — Также мы приняли решение не брать налоги на недвижимость, не брать налоги на земельные налоги во время карантина. И тогда не было известно, как долго это продлится. — Как много мы этот ущерб будем нести, уже бюджетом компенсировать. Сейчас ситуация чуть-чуть прояснилась. Во-первых, мы знаем, что на сегодняшний день карантина уже нет. — Экстремальная ситуация осталась, но карантина нет. Мы сейчас знаем, сколько мы уже не добираем бюджет. Мы знаем предположения свои, сколько это будет недобрано уже до конца года. И еще мы знаем информацию от правительства, что правительство приняло решение компенсировать невзятые самоуправлениями деньги, то есть невыполненные бюджеты. Так что в совокупности сейчас уже можно какие-то решения более, скажем так, ощутимо принимать. И приняли решение, что жизнь не стоит на месте, надо дальше продолжать, надо развивать город. — А какие меры экономии вы предпринимали? На чем вот тогда, как только начался карантин, вы видели, на чем можно было сэкономить? — Ну, на разных вещах. То есть и какие-то премии не выплачивали. И ту же вот, кстати сказать, и про газету мы остановили конкурс для того, что можно, может быть, и без этого пожить. И целый перечень таких проектов было. — Какие еще решения в прошлый четверг были приняты советом? — Установили максимальное количество работников в реорганизованных учреждениях. Это уже и Эдукацио-центр в новом учреждении, и Менуэр Курибос Академии. — То же самое и хочу сказать, что, как и говорили, все то количество рабочих мест, которое было, оно и сохранено. Так что здесь изменений нет. — Есть еще одно изменение по рабочим местам. — То есть рекреациос по слугу Центроси добавили еще две штатные единицы водителей. Это необходимо для того, что техника есть, а водителей не хватает. Не хватает в связи с тем, что они работают все пять дней в неделю, и когда нужно кого-то повезти в субботу-воскресенье, они уже в рейс уехать не могут. А наши бюджетные учреждения, наши школы, неформальное обучение школы, они хотели бы пользоваться этим. Для этого мы ввели еще дополнительные две штатные единицы водителей, и они сейчас по графику смогут меняться и возить с более маленьким тарифом, нежели коммерческие. — А как сейчас продвигаются проекты, осуществляемые совместно с МВД? — Напомню, что у нас такие четыре проекта. Это Седулинос-Алея от Камня до Висагина улицы, это автобусный вокзал, аллея до железнодорожной станции и так называемый Фаблаб, то есть фабрика-лаборатория, которая будет осуществляться на Вильтес-5, то есть в Доме культуры. На все министерства уже получено одобрение, что они будут все финансированы. Проект по Седулино-Алее буквально на днях будет объявлен для обсуждения с общественностью, уже показан для каких-то комментариев. Проект проектирования автобусного вокзала тоже договор подписан, уже получили три возможных варианта. Мы визуализации этого объекта, мы дали свои замечания, сейчас торгуемся, хотели бы, чтобы он выглядел примерно так, как и в нашей визуализации, которая сделана для города, вообще как объекты города должны быть выглядены. Так что, как и планировали, в конце этого года будут подписаны финансовые договора на финансирование, и в следующем году уже приступим к физическим работам. Ну и теперь к теме COVID-19, которая повсеместно уже опять выходит на первый план. У нас в больнице, как оказалось, пациент, у которого выявлен коронавирус, как много лиц с ним контактировало, какие меры предприняты? Ну, действительно так. У нас в больнице человек, заболевший, ему было установлено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас он вывезен в больницу по Невежис. С счастью, что все выполнено было по правилам. То есть человек лежал в отдельной палате, лица, которые с ним контактированы, установлены. Это было 7 человек, и все они будут сейчас... У них будут взяты анализы, и надеюсь, что заболевших не будет. Но это будет выявлено в самое ближайшее время. Температурная клиника у нас по-прежнему работает? Все нормально? Да, температурная клиника работает. Единственное, что в связи с тем, что сейчас изменились правила, и буквального такого подъезда на автомобиле к дверям температурной клиники уже не требуется, сейчас решаем вопрос, чтобы ее переместить в другие помещения, для того, чтобы самой нашей поликлинике было бы удобнее управлять потоками пациентов и предоставлять ей услуги, которые сейчас осложнено давать такие услуги в связи с тем, что организована на первом этаже горячая клиника. Как думаете, в Висогеносе удастся избежать скачка заболеваемости и избежать вот такой ситуации, как, например, в Росянии? Знаете, здесь гадать очень не хочется, тем более, знаете, как только скажут, что удастся, обязательно что-то получится не так, но делаем все возможное, чтобы такого не было. И надеюсь, что получится. Продолжение следует...